Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите в выпуске. Скандалы крушили захоронение и в средние века. В Азове-Азаке археологи нашли самый большой фрагмент надгробия. Футболист Ростова выиграл с Узбекистаном первый матч Кубка Азии. Элдор Шамродов вышел за 7 минут до конца и забил решающий гол. На битах перевалили за 100 тысяч просмотров. Азовские братья, рэперы-колясочники представили новый клип. Желтая подводная лодка должна плыть дальше. Направление обозначил ростовский карикатурист выставкой «Битлз. Погружение». Новый контрольный пост выставило ФСБ в Чердковском районе. Пограничный наряд у хутора «Гусев» будет задерживать пересекающих границу с Украиной контрабандистов и других преступников. А законопослушным местным жителям новый пост неудобств не создаст, обещают в управлении. Их будут пропускать по удостоверению личности. Так что паспорт или права нужно всегда иметь при себе. Тем же, кто собирается в гости на приграничную территорию, необходимо заранее оформить разрешение на въезд. Заявление примут по интернету через сайты погрануправления или госуслуг. Также можно отправить его по почте или принести в подразделение погрануправления ФСБ. Пропуск оформляется бесплатно. Для россиян максимум за 15 дней, для иностранцев за месяц. Второй участок трассы М4 Дон в Ростовской области станет платным, но не сейчас, через два с половиной года. Автодор запланировал реконструировать до 30 сентября 2021-го 12 километров трассы с 1024 по 1036. Это в районе аэропорта Платов и Новочеркасска. Исполнитель работы определится на открытом конкурсе. Максимальная цена договора – 8,5 миллиардов рублей. На сегодня в нашем регионе платить приходится за проезд по одному участку протяженностью 28 километров. А вообще из полутора тысяч километров М4 Дон платными являются 500, то есть треть автотрассы. Горело меньше, но погибло больше. Статистику пожаров на новогодних каникулах привел сегодня замначальника Донского МЧС. С начала 2019-го по области спасатели зафиксировали 116 возгораний. Эта цифра ниже прошлогодней, но вот по числу погибших в огне ситуация хуже. За новогодние праздники на пожарах погибли 9 человек, в том числе четверо в Азовском районе. В 2018-м трагедий было 7. Основные причины ЧП с летальным исходом – неосторожное обращение с огнем, когда нетрезвые люди курили в постели и нарушение правил при печном отоплении. Всего же на празднике у нас была задействована группировка областной и муниципальной системы РАСЧС, в том числе федеральной противопожарной службы, в общем количестве более 2500 человек с привлечением около 500 единиц техники. Круглосуточно работал оперативный штаб. В местах массовых праздников и на спецплощадках для запуска фейерверков дежурили пожарные, и ни одного пожара от пиротехники не было. Лучших народных дружинников Ростовской области назовут весной. Финальный этап нового регионального соревнования пройдет с 1 по 20 апреля. Положения в конкурсе «Лучший народный дружинник» утвердили сегодня на заседании областного правительства. Победители определяют по двум категориям – лучший дружинник города и района. Участникам предстоит в частности показать физическую подготовку, знания правовой базы и умение оказать доврачебную помощь пострадавшим. При этом предлагается утвердить положение об областном конкурсе и состав конкурсной комиссии по проведению областного конкурса. Проект постановления прошел все необходимые согласования. Выделение дополнительных средств из областного бюджета не потребуется. Также на заседании установили запрет на охоту в трехкилометровой полосе вдоль государственной границы с Украиной. В список попали 26 охотничьих угодий. Ограничение будет действовать с 1 марта текущего года до 1 марта 2024-го. Причем запрет не распространяется на охоту с целью регулирования численности животных. Нужные работники – столяры и бетонщики, а также каменщики, маляры, матросы, машинисты. 72 специальности вошли в перечень самых востребованных на рынке труда профессий, требующих среднего профессионального образования. Список утвердилось сегодня постановлением областного правительства. Он разработан по предложениям Союза работодателей области, Торгово-промышленной палаты и министерств и будет учитываться при формировании госзаказа на подготовку рабочих и служащих и специалистов среднего звена. Приведем еще несколько наиболее востребованных в регионе профессий с перечня. Воспитатель детсада, лаборант, парикмахер, пекарь, портной и программист. 20 трамваев и троллейбусов планируется закупить для Ростова в этом году. Обновление общественного транспорта будет продолжаться и приоритетом станет электротранспорт, как экологически чистый. Новые троллейбусы и электробусы будут покупаться на деньги областного бюджета с софинансированием из городского. Причем в первую очередь троллейбусы на автономном ходу, то есть те, которые могут проезжать без контактной сети четыре десятка километров. Олимпиада по итальянскому языку впервые пройдет в Ростовской области. Она станет частью регионального этапа Всероссийской олимпиады старшеклассников. Соревнования начнутся завтра экзаменом по другому иностранному языку французскому и завершит их 25 февраля экзамен по праву. На площадках ЮФУ и ДГТУ ученики девятых-одиннадцатых классов сдадут 23 школьных предмета в числе трех тысяч олимпийцев, победителей городских и районных этапов, плюс призеры прошлого учебного года. В заданиях по естественно-научным предметам, помимо теории, будет практический тур с разработкой и защитой проектов. А гуманитарии, кроме знаний, должны показать умение рассуждать, аргументировать и доказывать свою точку зрения. Смотрите дальше в выпуске. Вандалы крушили захоронение и в средние века. В Азове-Азаке археологи нашли самый большой фрагмент надгробия. Футболист Ростова выиграл с Узбекистаном первый матч Кубка Азии. Элдор Шамродов вышел за семь минут до конца и забил решающий гол. На битах перевалили за сто тысяч просмотров. Азовские братья, рэперы-колясочники представили новый клип. Желтая подводная лодка должна плыть дальше. Направление обозначил ростовский карикатурист выставкой «Битлз погружение». Стройка, которую ждали 27 лет, идет в станице Ольгинской. Новый дом культуры возводят недалеко от места бывшего ДК, сгоревшего еще в 1991-м. Проект стоимостью почти 44 миллиона рублей продвигается быстрыми темпами за счет софинансирования областного и районного бюджетов. Значит, это строительство в 2018 году, окончание в 2019-м в августе. Значит, в августе у нас день станицы. Как раз этот год юбилейный, у нас 210 лет. И я думаю, что, конечно, это будет большим очень праздником. В новом ДК площадью 700 квадратных метров будет зрительный зал на 200 мест, причем по новым технологиям – трансформер, когда кресла можно убирать и пользоваться большей свободной площадью. Предусмотрены и хореографические залы, и другие дополнительные помещения. К тому же вокруг Дома культуры планируют создать современную парковую зону. Уникальное надгробие 14 века нашли в Азове археологи. Это самый крупный фрагмент плиты за все время раскопок. Ученые установили, что могилу разгромили вандалы еще средневековые, до разрушения города Золотой Орды Азака в 1395 году. Не меньше 100 килограммов, судя по тому, что ее вдвоем тяжело поднимать. Сохранилось надгробие благодаря хозяйственной яме. Туда-то и сбросили плиту еще в середине 14 века. Находка уникальна не только своей целостностью, но и рисунком. Возможно, не совсем характерным для тогдашнего оформления могильников Золотой Ордынского Азака. На большинстве надгробий, если есть какой-то орнамент, то там изображена как раз эта лампа. А вот на оборотной стороне, которую вы видите, изображено два бронзовых канделябра со свечами. Вот такое изображение, по крайней мере, читаемое, мы находим в первый раз. Обнаружить ценный артефакт удалось в ходе спасательных раскопок перед строительством дома на улице Ленина. В средневековом Азаке это место занимало центральное кладбище, где хранили уважаемых, а значит, не бедных людей. А достатки усопшего можно понять и по размерам, и по рисунку, и по качеству надгробия. Мраморная плита в экспозиции музея всего одна, а большинство, как и свеженайденная, из донского ракушечника. Эта плита была не с простым прямоугольником. Здесь вот начинались оплечики и имелась верхняя фигурная часть. Зрительно достроить плиту несложно. По высоте примерно 110 сантиметров. А вот какая была верхушка, можно только предполагать. Фрагменты маковок надгробий были найдены в разных местах Азова еще в 1988-м. Археологи готовы были соединить с новой находкой вот эту. Ведь по отбитым краям они вроде бы совпадают. Но рисунок подсвечников не совпал. С обратной стороны есть надпись, но, к сожалению, она тут повреждена, поэтому тут только угадываются какие-то буквы. Видите, вот они. Тут прочитать эту надпись невозможно, тут где-то 4-5 арабских букв. Похожие изображения лампадок на могильных камнях уже находили. А реальные, бронзовые, из синего стекла уже 30 лет украшают экспозиции музея. Здесь же фрагменты надгробий, но уже с другим орнаментом в виде цветочных бутонов и астральных символов. Спасательные раскупки продолжаются, и археологи планируют найти еще несколько каменных склепов. Юлия Сурикова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Азов. Карликовый бегемот из Дании поселился в ростовском зоопарке и после карантина готов знакомиться с гостями. Точнее, готова. Это бегемотиха по имени Найма. Для нее построили отдельную новую квартиру, ведь с уже живущим у нас стариком Рифом они не уживутся. Это сейчас, пока Найме два года, она не так агрессивна, как взрослый бегемот, и зоологи могут себе позволить зайти в вольер. Хотя в других зоопарках так не принято. Найма родилась в зоопарке датского города Ольборг, а в Ростов переехала по рекомендации куратора европейской программы по разведению исчезающих видов животных. Специально к приезду гиппопотама построили вольер. Ну, возможно, у нее, конечно же, был стресс с дороги, поэтому она была очень пуглива и весьма агрессивна, когда она приехала. Она никого к себе не подпускала, она пряталась. Вот, ну, мы целый месяц тут вокруг нее прыгали. И в результате она сейчас достаточно дружелюбно относится к людям. В сердце строптивой дамы растопили еда и отношения сотрудников, которые разговаривали с ней, кормили с рук и сопровождали каждый шаг. Они все-таки животные и умные, и достаточно высокоорганизованные. У них тоже есть свои эмоции, свое настроение. Очень сильно зависит от того, как выспалась, от того, какая погода. И в зависимости от настроения она может бежать приветствовать, бежать просить кушать или, наоборот, отстаньте все от меня. Я не в духе. Найма очень любопытная, активная, часто выходит на сушу. Как и все бегемоты, она вегетарианец. Два раза в день ест овощи, сено и травяные гранулы, которые зимой заменяют ветки с листьями. А самое любимое лакомство – морковка. Если же найма не в духе, разворачивается и уходит в бассейн. Очень часто именно потому, что они не кушать просят или еще что-то. Они показывают зубы, показывают, какие они грозные и прогоняются в своей территории посторонних. Как людей, других животных, так и своих собственных сородичей. Перед приездом датчанки зоологи уточнили условия ее содержания на родине, чтобы воссоздать привычную среду обитания. Так и снизили ей стресс. По поводу температуры воды, потому что разброс температуры воды, они могут жить и от 18 градусов и практически до 30. В среднем это 24-26 градусов. Но это же все-таки Дания, поэтому какая у них температура воды была. Ростовских зоологов волновали все детали. Не только ассортимент овощей и зелени, но и насколько мелко их надо нарезать. А соседом наймы стал бегемот-долгожитель Риф. В марте ему исполнится 47 лет. Екатерина Лободина, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Футболисту Ростова Элдору Шамродову хватило двух минут на поле, чтобы принести победу Узбекистану. Пока наш клуб проводит тренировочный сбор в Турции, узбекский нападающий поддерживает игровой тонус на высшем уровне. Выступает за сборную своей страны на Кубке Азии в Объединенных Арабских Эмиратах. Правда, первый групповой матч с командой Амана Шамродов начал на скамейке запасных. А его товарищи открыли счет на 34-й минуте со штрафного, но без ростовского усиления не обошлись. На 72-й минуте Аман счет сравнял. Элдор вышел на замену за 7 минут до финального свистка и буквально сразу забил. Получил мяч в центре поля, прошел к воротам, обыграв защитника и буквально оконфузил вратаря. Узбекистан победил 2-1 и во втором туре встретится в воскресенье с Туркменистаном. Стоит рассчитывать, что теперь уже герой Шамуродов выйдет в основе. Полузащитник Ростова Аяз Гулиев перешел в «Спартак», официально объявила пресс-служба московского клуба. Условия перехода согласованы и футболист подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт. Заметен, что Гулиев в «Спартак» вернулся. Он воспитанник этого клуба, прошел его школу, академию и дубль. В Ростове Аяз играл с лета. В этом сезоне в 15 матчах набрал 3 очка за результативность. Гол плюс 2 голевые передачи. Гулиев уже в расположении «Спартака» на сборе в «Эмиратах». Кто-то только что встал из-за новогоднего стола и начинал накрывать рождественский, а боксеры уже собирались растрясти весы, потрясти друг друга мощными ударами. За медали первенства области бились юноши и девушки возрастной категории 15-16 лет, а также женщины от 19 до 40. Боксерский зал областного дома физической культуры – традиционное место проведения этого турнира. На одном ринге за 4 дня соревнований умещаются больше сотни боксеров. Это только чемпионаты и первенства России на двух рингах проводятся, потому что там участников за 300 получается. А для такого количества участников и для соревнований такого уровня достаточно этого зала. Хороший, уютный зал. И, конечно, в этом уютном зале, тем более во время открытия соревнований, мы вряд ли могли не заметить уроженку Новочеркасска, студентку ЮФУ Татьяну Семенову. На бой будущего дипломата мы не попали, но еще до турнира Татьяна уже была в призах. В ее весовой категории 69 килограммов, всего два человека. Не из-за награды сюда прихожу, за опытом, за просто удовольствие получаю и не думаю даже о том, что можно получить, чего нельзя получить. Не важно. Характер, наверное, такой. Не злой, но за справедливость надо бороться, а чтобы бороться, нужны силы и умения какие-то. По словам Татьяны, человек 20 боксеров-девушек в Новочеркасске есть. Заметны девушки и среди рефери. Но, конечно, подавляющее большинство мужчины. Хотя по массовости, по объективным причинам, бокс иногда проигрывает другим видом. У ребят есть выбор. Бокс слишком травматичен, слишком жесткий, очень тяжелый вид спорта. Где-то, может быть, даже нудный. Три типа удара, их надо учить всю жизнь. Поэтому ребята не выдерживают и уходят более зрелищные, более яркие виды спорта. Хотя, я приведу старую истину, мне старые тренеры говорили, что именно бокс делает мужчину не по паспорту мужчины, а по существу. У парней 13 весовых категорий, от 46 и заканчивая свыше 80 килограммов. В самом легком весе в первом бою в трех раундах по две минуты единогласным решением арбитров выиграл представитель донского поселка Новочеркасска Даниил Мараков. Говорит, соперник не успевал углядеть за ударами справа, и они практически все прошли. Но на деле секрет успеха другой. На Новый год заказал выиграть в область пока что, а там уже буду сам пытаться. В итоге у Новочеркасска два золота у мужчин, столько же у Азова и Зверева. А три награды высшей пробы отправились в Каменск-Шахтинский. У нас уже 28 января, по 2 февраля у нас будет первенство ЮФО, которое будет проходить в Анапе. То есть, первенство ЮФО – это отбор на первенство России. То есть, у нас старты идут, и в марте месяце, в середине уже будет первенство России среди юношей и девушек, и женщин. У девушек два золота остались в Ростове, а у женщин три из четырех. Лев Клинов, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Летают на битах, читая о христианских ценностях, в первую очередь семейных. Это все об азовских рэперах, колясочниках Андрея и Николая Миняйла. Братья презентовали свой новый клип «На битах» и перевалили за 100 тысяч просмотров. За месяц клип «На битах» набрал в соцсетях почти 104 тысячи просмотров. Ритмическая поэзия братьев Миняйла прокачала не только родной Азов, но и всю Ростовскую область. Этот трек появился еще в 2017-м, причем спонтанно. Первое у нас родилось – это припев. Припев первое задало ритм и потом понеслась. Долго слушали его и долго решали, надо клип снимать. И решили именно это, потому что он как-то заходит, энергетика у него такая, именно он качает. Раскачиваться под речитативы Андрей и Николай Миняйла начали еще 10 лет назад. Слушали российских рэп-исполнителей КЖ Абойму, Рэмадиву, Эсти. Стали фристайлить, развлекать друзей собственными юмористическими импровизациями. А в 2013-м сгруппировались в Джесси Тим, то есть команду Иисуса Христа. Говорят, хотели подчеркнуть свою религиозность. И не только. Но экран преподносит все та красивая, навязчивая реклама, затирает глаза. Для кого-то успех совсем не материальная сторона. Чтобы родные были здоровы и живы, чтобы была крепкая, счастливая семья. Чтобы дети жили лучше, чем мы. То есть в этом куплете прослеживается ценность. То, что людям не хватает. Вдохновляются под музыку известных рэперов и книгами. Например, Андрей зачитывался толстым. «Война и мир» Анна Каренина. Но первый свои текста или читатив вспоминает с ужасом. Кто первый задал, как именно читать под бит, это мой брат. Это мой брат. У него очень хорошая аналитика. У него очень хорошая аналитика. Он как стратег в музыке. И он там слушает. О, Андрюха, говорит, ля, как читать. Посмотри, как бит попадает, говорит. Смотри, где он вступил. Там такая доля, такая доля. Сегодня команда Иисуса Христа частый гость многих фестивалей и праздников. Но переезд из одного города в другой иногда настоящая проблема. Друг Александр Романуша всегда готов помочь братьям и в перемещении, и в съемке очередного клипа. Например, подготовка к видео на битах заняла почти месяц, а сам клип сняли за день. Но самое важное, уверен Александр, целеустремленность рэперов-колясочников. Ценно и на самом деле только я знаю троих рэпер, правда, но которые в разной степени открытости несут правильные ценности семья. За пять лет группа записала 22 песни и сняла два клипа. А в планах у братьев выпустить альбом и собрать стадион. В кармане плаи, порой только сотка, но в части заключается не в это. Юлия Сурикова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Азов. Продолжение мультфильма «Желтая подводная лодка» задумал ростовский карикатурист и начал процесс с рисованием первых кадров комиксов. 13 картин в стиле поп-арт, написанной к 50-летнему юбилею мультика. Интерпретация обложек альбомов Битлов вместе с комикс-экспозицией «На помощь» составили выставку в Музее изобразительных искусств «Битлз. Погружение». Если бы я сделал просто белое полотно и надпись «За Битлз», может, посетители бы и не поняли бы меня, потому что я не Казимир Малевич, а здесь вот такие, видите, да, чуть побогаче, чем у Казимира Малевича, тут надпись даже присутствует. И поэтому я решил немножко дополнить этот альбом, так как я его вижу. В этой картине карикатурист Виталий Щербак воссоединяет Битлов и уже продумывает сюжет к комиксу «Yellow Submarine 2», где два героя садятся в подводную лодку и плывут во времени. Появляются Джон Леннон и Джордж Харрисон. И уже вчетвером они начинают путешествовать. Именно в таком образе седобородых стариков они появляются в первой части «Yellow Submarine». Все хотят воскресить их, конечно. И это можно будет сделать. Это можно и нужно будет сделать в комиксе на продолжение. Если мы урегулируем, допустим, вопрос с авторским правом, со спонсорами, да, то эту версию «Yellow Submarine 2» сначала в комиксе, а потом в мультфильме можно будет сделать. В стиле мультфильма «Желтая подводная лодка» написаны 13 картин. Виталий Щербак перерисовал их с обложек студийных альбомов. «Море времени» автор выставки отображает и на своем варианте обложки альбома «Вечер трудного дня». Они попали в это «Море времени», стали сначала детишками, вот они такие, превратились детей. Потом стрелочки перекрутили в другую сторону, стали такими старичками. И вот эти образы, вот этих старичков я использовал в белом альбоме, потому что они практически были покрыты все белыми бородами и оставались только нос, глаза и белый цвет. Мультфильм «Желтая подводная лодка» вышел на экраны в июле 68-го года в Лондоне и сразу был назван шедевром, ведь над ним работали лучшие художники поп-арта. Готовя выставку, Виталий Щербак пересматривал эту анимацию сотни раз, делал стоп-кадры и изучал цвета. Хотя и уверяет, знает каждый кадр наизусть. Мне было проще, когда я, ну, знаю творчество Битлз, да, обложки альбомов, я уже представлял, откуда что можно взять и как это представить. Разумеется, сначала были экскизы, я их разрисовывал на компьютере, цветовую гамму подбирал, а потом как бы вот реализовывал в большом формате. Битлз – это ж не только песня, да, это и мода, кстати, и очки, вот бабушкины велосипеды, это ж тоже мода. Джон Ленн, когда и ходил, полмира начали ходить в этих очках. Рядом с обложками альбомов – комикс по одному из фильмов, где сыграли Битлы. «Хелп» или «На помощь». В планах карикатуриста показать выставку в Москве, Питере и Воронеже. Екатерина Лободина, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. На сегодня у меня все, еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова